Так, да, сегодня состоялась восьмая партия, после седьмой счет был 3,5 на 3,5, то есть совершенно ровно, и оставалось 5 партий, 3 из которых предстояло играть белыми фигурами претенденту на мировое первенство. Одна из таких белых партий для Караны случилась сегодня. Была разыграна, как и во всех предыдущих белых партиях, с Рицелянка, но наконец-то Фабиано уклонился от системы Рассалима, сыграл Д4, получился челябинский вариант. И Фабиано избрал не самый основной ход конь Д5, который, конечно, встречался много раз в гасмейстерской практике, но слон Ж5 является основной линией. После конь Д5 ЕД, конь Б8, А4. Получилась стандартная структура для варианта Найдорфа, а не для челябинского, то есть белые развивают инициативу на ферзе, а в фланге, а черные отвечают контр-игрой в центре на королевском. Президентный уровень первенства был довольно хорошо готов в дебюте, избрал редкий ход слон Д2, который встречался всего в трех партиях. Одна из детей хода слон Д2 очевидно связана с тем, что он не попадает под темп после Ф5, Ф4, ну и в каких-то вариантах слон выходит на Б4 и давит на пешку Д6. Последовала Ф5, вполне стандартная реакция со стороны черных, но может быть стоит серьезно рассмотреть ход А6, конь А3, А5 или сразу А5, с целью не допустить экспансию белых на ферзе фланге. После Ф5 Корана моментально ответил А4, А5, зафиксировал удачным для себя образом структуру на ферзе фланге. Последовала А6, конь А3, Е4. Пока, как раз, шахматистов здесь нет серьезных на экране, конь С4, конь Е5, конь Б6. Ладья Б8. Мы во время старина немножко смотрели ход Ф4, но после конь А8, Ф3, белые, судя по всему, могут просто стрекать конь Б6 и атаки черных здесь не хватает для полной компенсации за материал. После затяга Б8 сделал Фабианович сильный ход Ф4, в серьезной степени обезопасил собственного короля, и после слона Ф3 Магнус исполнил тот ход, который я рекомендовал черным в ходе прямой трансляции, но ход, скорее всего, оказался довольно слабый. И все-таки объективно точнее было слон Ф6, после чего у черных есть достаточно ощутимая контрагра. Вместо этого сыграл Магнус Ж5, после С4 здесь, скорее всего, все равно нужно было играть слон Ф6, но чемпион мира сделал очень слабый объективный ход Ф4, скорее всего, это решающая ошибка. После чего С5, скорее всего, было очень сильно за белых, но и слон С3, который избрал корона как минимум не слабее. После долгих тяжелых раздумий чемпион мира сыграл слон Ф5, в ответ корона также погрузился в серьезные здесь размышления, пожалуй, чересчур серьезные. Сделал в итоге единственный ход, который ему обещает серьезный перевес, то есть сыграл С5. Здесь король черных в большой беде, они очень жалеют о том, что их пешки ушли вперед, и, скорее всего, эту позицию удержать при правильной игре со стороны белых невозможно. Вагда сыграл принципиально, он взял коня, взял пешку на С5, здесь у белых был большой выбор выигрывающих продолжений, но выигрывающих, конечно, не фоксировано, а просто явно дающих серьезную компенсацию, и при серьезном анализе здесь можно убедиться в том, что действительно белые побеждают. Объективно, если верить компьютеру, сильнее всего было ладья А на Е1, после чего оценка движка почти плюс 2,5. Ну и ход ладья А на Д1, который избрал корона, достаточно неплох. Д6 разная угроза, слон Д6, ход, выглядит практически вынужденным. Здесь наступил второй критический момент в партии. Скорее всего, я, по крайней мере, эту ситуацию вижу следующим образом. Корона просто упустил из виду, в принципе, на доске клетку H5. То есть здесь, скорее всего, выигрывал за белых вот ферзь H5. Мы немножко смотрели во время трансляции слон G6, ферзь H6, ладья F7, но здесь белые на самом деле сохраняют громадный перевес после конца 4, слон F8, ферзь H3. И крайне вполне по силам понять, что после слон F5, ферзь F3, по сути, ферзь белых вернулся на идеальную клетку, а координация черных фигур нарушена. Объективно, после ферзь H5 сильнее всего для черных было ферзь Е8, но Эншпель после ферзь G5, ферзь G6, ферзь G6, HG, кунь C4, он тяжелейший для черных, скорее всего, проигранный, несмотря на наличие разноцветных слонов. Проблема, возможно, с расчетом Фабиана связана с тем, что вот ход ферзь H5 белым необходимо видеть и во всех других вариантах. То есть вот после ладья А на Е1, слон D6, тоже единственным выиграющим ходом за белых является ферзь H5. Ладья F на Е1, слон D6, опять же ферзь H5, только ферзь H5 дает белым решающий перевес. Если эту идею не видеть, то у белых была ровно одна возможность добиться серьезного перевеса, это был ход конь C4. Но ход конь C4 все-таки связан с достаточно серьезными осложнениями. После G4, ферзи F2, ходы F3 и G3 требуют очень точного расчета, но везде в осложнениях белые сохраняют большой перевес. Тем не менее, конечно же, именно ход ферзем на H5 был намного проще, и он давал также близко к решающему преимуществу. Вместо этого был сделан ход H3, ход очень вялый и слабый. То есть единственное у меня оправдание есть для игры Фабиана в этот момент, что ход ферзь Е8, который Магнус избрал в ответ, он не совсем очевидный. То есть ферзь подставляется под темпы. Но с другой стороны, не так уж сложно понять, что клетка на G6 для черного ферзя идеальная. Он там и защищает проблемного слона на D6, и защищает собственного короля. И вот после конца 4 и ферзь G6, конь D6, ферзь D6, да, внешне чисто оптически у белых все равно сохраняется преимущество за счет лучшего слона. То есть мы все знаем, что в позициях с ферзями и ослабленным королем разноцветные слоны усиливают атаку, но вот конкретные варианты здесь не срастаются у белых. Фабиана сыграл H4, после G-H оказалось, что ходы более ферзь H5 все равно ничего не дают, ему пришлось переходить в Эншпель. Казалось, что здесь есть небольшие шансы на победу у белых, но Магнус сделал сильный ход H5. Оказалось, что после ЛДИ H4 белый ЛДИ застревает на клетке H4. Ну и здесь уже серьезных шансов на победу не было. Попытался Коруана изобразить какие-то тонкости, но Магнус очень грамотно защищался. И после Коруя G8, ЛДИ H6, ЛДИ H2, черные активизировали ЛДИ. ЛДИ H6 никогда ничего не дает по повещению слон С8. Поэтому Фабиана просто сыграл здесь D6, ЛДИ H2, ЛДИ H5, после ЛДИ H6, ЛДИ H5. Соперники согласились на ничью, потому что позиция абсолютно равна и не содержит каких-либо шансов для игры на победу за тот или иной цвет. Следующая партия состоится у нас послезавтра. Фабиана выпускает уже вторую хорошую возможность открыть счет в матче и стать явным его фаворитом. Тем не менее, у него будет еще 4 шанса. Но то же самое, конечно, касается и чемпиона мира. Счет в матче равный 4-4. Напоминаю, что в случае 6-6 шахматисты сыграют тайбрейк в быстрые шахматы, а затем, возможно, и в полиции. Послезавтра мы снова выйдем в эфир. По крайней мере, я и Кирилл сделаем это наверняка. Но надеемся, что Петя тоже подтянется. А всем спасибо за внимание. Когда вам будет скучно, он будет развлекать вас Блицком на Лечес. Не обещаю. Ну, возможно, Петя поддержит.